Принято решение, я буду буквально до основания снять. С момента постройки школы такого ремонта здесь не было. Здание 130-го лицея сдали в эксплуатацию еще в 1965 году. За это время ремонт проводили только локально. Меняли кровлю, красили стены. В этом году лице изменят до неузнаваемости. От замены крыши и ремонта фасада до отделки внутренних помещений. Процесс масштабный, но на учебном плане для 900 лицеистов он никак не отразился. Учеников средних и старших классов разместили в 103-й и 6-й школах Барнаула. А начальные обучаются в здании городской станции юных техников. Для детей созданы все условия. Они точно так же учатся в другом учреждении. Школа – это все соблюдено, все нормы, все правила. С родителями достаточно долгое время, с января и февраля и в марте, проводились и собрания, расширенные заседания, советы учреждений. И потом родительские собрания по классам были проведены, где мы обсуждали оптимальные, правильные варианты организации учебного процесса. Для нас это ни дозом не стало. Существенных проблем не доставило. Поэтому добирается свободно, спокойно на общественном транспорте. И мы готовы ждать, потому что мы готовы ждать результат. Мы знаем, насколько классное, высококлассное образование в этой школе. И, собственно, стены, и помещения не соответствовали тому уровню образования, который в школе дают. Перспектива обучаться в современных классах особенно порадовала учеников лицея. Говорят, ремонт ждали с нетерпением. Лично для меня, он ожидаем, как я думаю, для всех ребят моего поколения, моего возраста, потому что все равно хочется что-то нового, чтобы школа преобразилась как-то. На обновление Барнольдского лицея выделено 67,5 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках федеральной программы. Ее реализацию на местах курируют представители партии. Так депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев оценил ход ремонтных работ. Этот лицей будет капитально отремонтирован по программе модернизации школьных систем образования, которую инициировала партия «Единая Россия». Знаю, что работ здесь достаточно много, но думаю, что все сроки, надеюсь, что все сроки будут выдержаны. Я искренне благодарен всем преподавателям лицея за то, что они в таких условиях смогли организовать образовательный процесс и благодарен тем школам, которые временно смогли принять лицеистов. Планируем сдать 25 августа, начало учебного года, для того, чтобы красную леточку первосы туда перерезали. Все будут красивыми и счастливыми. На сегодняшний день в лицее разобрали старые окна и стены, начали строительство и ремонт в кабинетах и коридорах. Однако основная работа еще впереди. Здесь предстоит обновить инженерные сети, поставить в классах новую мебель и технику, чтобы для педагогов и учеников этой школы началась новая жизнь.